Жители села Великая Рогозянка рассказывают, месяц-два назад из Полтавской области местный фермер привёз более ста животных. Однако свиней не зарегистрировал. Органы ветеринарного контроля не знали, что он содержит сельское хозяйство. О том, что в конце сентября на ферме погибло четырёхмесячное животное, мужчина оповестил в Золочевскую ветклинику. Специалисты отправили тушу на экспертизу. Лабораторные пробы показали, свинья была заражена АЧС. Сказали, что у нас карантин, что объявили чуму. Ну, поросят у меня нет. Ну, людям горе. Ну, а что делать? Что не будет ни вывозу, ни завозу. Свиней, которые были в хозяйстве, специалисты Госпродпотребслужбы изъяли и сожгли. Также уничтожены животные по всей карантинной зоне. Там в очаге спалили багато, больше ста голов. А тут в Рогозянке бабушка, дедушка, дуже багато дач. Медвідчий обход зробили. Ну, буквально шесть дворів, які держат поросят. Ну, там двое, там одно. Це не великі свині. У чотирих свиней з'яли по селу воли карантинка. Двоих весом по 25 кг, а двоих весом 110 і 130 кг. Це я отвечаю за ці цифры. У Гадуненка Владимира Николаївича, вот ці більші свині. А двоя поросят по 25 кг. Борозова Едуарда Михайловича. Сумму компенсации за сожжённых животных определят местные органы самоуправления. Примерно 24 гривны за килограмм. Однако эти цифры не покроют убытки, говорят местные жители. Как вы думаете, если у нас Слобожанский, который имел 125 тысяч свиней, 125 тысяч, если вот они начали их у нас падение по Чуговскому району, именно по свиноводству, тогда, это один из первых случаев был, на предприятии 65 тысяч, по-моему, голов свиней было уничтожено. Это большой урон или нет? Чтобы не пропустить инфекцию в чистую зону, представителями ветслужбы и полиции выставлено два поста в радиусе трёх километров от места обнаружения погибшего животного. Машины проезжают только через ДЭС-барьер обязательно. Люди пешком вот через ДЭС-коврик обязательно проходят. Колёса мы моем. Смотрим обязательно в багажник. Смотрим обязательно, это полицейский смотрит, в салон машины. Потому что люди, не дай бог, просто не знают. Не обязательно они специально это делают. Просто не знают, что везут именно заражённый материал. Сейчас в Золочевском районе проводятся дезинфекционные работы. На территории запрещен ввоз и вывоз мяса и сала. Карантин введён на 40 дней. Специалисты напоминают, что для человека африканская чума свиней опасности не представляет.